Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона редактор Сергея Антонова за режиссерским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов. Сегодня очередной выпуск социально-просветительской передачи «Доступное право», созданной по инициативе прокуратуры Республики Саха, Якутия. Труд в нашей стране, как вы знаете, охраняется Конституцией Российской Федерации. И каждый из нас имеет право на труд в условиях, которые отвечают требованиям безопасности и гиены. Но данное право нередко нарушается, и люди вследствие этого получают производственные травмы, либо профессиональные заболевания. Список здесь можно продолжить. И причем происходит это по вине работодателя. Бывает так, а бывает и в силу собственного пренебрежения правилами безопасности на производстве. Как обстоят дела в сфере охраны труда в нашей Республике? Какие нарушения допускаются? Какие обязанности возложены на работодателей? И что им следует знать, исходя из правоприменительной и судебной практики? Что важно знать работникам? Сегодня это тема нашего обсуждения. Итак, настало время представить гостей нашей студии. Это старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере, советник юстиции Нана Васильевна Агаченова. Добрый день. Здравствуйте. И начальник отдела охраны труда, главный государственный инспектор Государственной инспекции труда в Республике Саха-Якутия Владимир Владимирович Николаев. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, хотелось бы начать нашу программу с такого вопроса. Нана Васильевна, каково состояние дела в сфере охраны труда в нашей Республике и почему мы сегодня говорим на эту тему? Состояние законности на сегодняшний день свидетельствует о том, что в Республике ежегодно растет число нарушений прав работников на охрану труда, а также растет число несчастных случаев на производстве и профозаболеваний. В прошлом году органами прокуратуры Республики было выявлено свыше 600 нарушений в этой сфере, что в два раза превысило показатели прошлого года. Всего в прошлом году по фактам выявленных нарушений в сфере охраны труда прокурорами было принято свыше 300 актов прокурорского реагирования. В текущем году число выявленных нарушений и принятых мер, к сожалению, не снизилось. Прокурорскими проверками было охвачено более 100 работодателей, в том числе добывающие организации, где были выявлены факты ненадлежащего обеспечения безопасных условий труда. Работникам не в полном объеме, либо вообще не выдавались средства индивидуальной и коллективной защиты. Имели место нарушения требований безопасности при проведении работ, порядка обучения по охране труда. Также работодатели зачастую пренебрегали законом о специальной оценке условий труда. К примеру, в прошлом году на строящихся объектах в рамках различных национальных проектов, которые реализуются на территории нашей республики, зачастую выявлялись факты, когда работники не обеспечивали спецодежды и специальными средствами индивидуальной защиты, выполняли работы без страховочных средств, это на стройках. Но в результате принятых мер эти нарушения работодателями устранялись. Это самые частые нарушения? Да, это частые нарушения. Хорошо. Давайте, наверное, дадим все-таки определение, что такое охрана труда отдельно для работодателей и для работников. Согласно статей 209, 210, 211, государственное нормативное требование охраны труда, сами по себе представляют, это такие акты, которые направлены на сохранение жизни и здоровья работника. То есть каждый работник, по сути, согласно регламентам статей Трудового кода средств и Конституции, имеет право на безопасность условий труда. Хорошо. Владимир Владимирович, а сколько всего зарегистрировано несчастных случаев на территории нашей республики в предприятиях за 2021 год? И, может быть, если возможно, то давайте сравним с предыдущим годом. Да, согласно данным Госинспекции труда в республике Саха-Якутия, в 2021 году зарегистрировано 81 несчастных случаев. Это с тяжелым и с смертельным исходом. То есть, получается, у нас по сравнению с 2020 годом, это в 2020 году у нас 48 несчастных случаев, а в 2021 — 81. То есть это говорит о том, что у нас примерно количество несчастных случаев на производстве возросло примерно на полтора раза. Примерно почти в два раза. И мы все понимаем, что это произошло из-за того, что у нас, допустим, в 2020 году у нас были дистанционные работы. В 2021 году у всех вышли дистанционные работы. В принципе, да, и в 2021 году у нас нарушения, выявленные по требованию охраны труда, превысили тоже почти в два раза. То есть основными причинами это являлись нарушения как раз-таки и требования охраны труда. Если коротко так. А если взять по отдельности, то в каких видах деятельности чаще всего происходят несчастные случаи? Вот мне кажется, это строительство, да? Нет, ну по данным, если статистики смотреть, да, за 2021 год самое большое количество — это добыча полезных ископаемых. То есть мы все понимаем то, что все работники подвержены воздействию каких-то вредных или опасных производственных факторов. Да, и как раз-таки добыча полезных ископаемых является одним из факторов. То есть самых таких рискованных видов деятельности, где может работник подвергаться вредным или опасным воздействиям факторов. Ну вот, а строительство, оно входит, наверное, все равно? Строительство тоже входит, да. Оно по данным 2021 года, и сейчас оно самое большое количество — это добыча полезных ископаемых. Уже меня еще дополнить? Да, конечно. Есть у нас два фактора, которые относятся к опасным. Это вредные факторы и опасные производственные факторы. Вредные — это те, которые влияют на здоровье гражданина, а опасные — это могут причинить непосредственные травмы. Хорошо. А кто и как осуществляет, например, общественный контроль за соблюдением требований охраны? Профсоюзный контроль. Профсоюзный контроль, прежде всего. У нас действует Федерация профсоюзов, представители которых у нас действуют на территории по всей республике и по различным сферам, то есть в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере угольной промышленности. В зависимости от отрасли у нас везде представлены профсоюзные ячейки. Они вправе при осуществлении своего профсоюзного контроля выходить с проверками, требовать от работодателя устранения нарушений выявленных. Как работодатель должен осуществлять контроль? В принципе, есть такой инструмент под названием online-inspective.rf. Каждый работодатель может посмотреть данные или какие-то существующие вопросы, может посмотреть там. И тоже он может обратиться к нам за помощью, за разъяснениями по требованиям охраны труда. В части вопроса касаемо проблем. Но как осуществлять контроль работодатель в своем предприятии, это у нас регламентировано статьями как раз таки 211-214 ТДО Кодекса РФ. То, что там написаны основные требования перед являми к работодателям. То есть это у нас и Трудовой кодекс, и Федеральные законы, допустим, номер 426, специальная оценка условий труда. Постановление Минтруда 1.29 об обучении и порядке обучения и инструктирования работников. А также приказ Минздрава номер 29 о проведении периодиски и предупредительных медосмотров. Хорошо. Еще вот у нас нововведение в ТДО Кодексе с 1 марта, это то, что работодатель может осуществлять контроль посредством установления видеонаблюдения. То есть когда-то, я помню, были жалобы, что работодатель почему за нами установил камеру слежения. На сегодняшний день это законом разрешено, и работодатель может посредством видеонаблюдения устанавливать, соблюдает ли работник требования правил охраны труда, либо нет. А вообще по закону руководящий состав, инженерно-технические работники, специалисты, вообще как часто должны проходить обучение по охране труда? Ну, как я ранее говорил, да, постановление Минтруда 1.29 говорит о том, что работодатель обязан провести обучение и проверку знаний потребований охраны труда в учебном центре руководителей и специалистов предприятия, а также всех работников, которые задействованы по вредных условиях или опасных условиях труда. То есть периодичность регламентированная данным постановлением, она составляет 6 месяцев. То есть каждые 6 месяцев. То есть какие виды у нас инструктажей есть, если вот так вот целым об этом если говорить, то у нас есть виды инструктажа как целевой, внеплановый, ещё есть водный инструктаж. Ну, сперва водный идёт, потом первичный на рабочем месте идёт, потом уже внеплановый и целевой. Целевое, оно приводится, когда в предприятии вводится новое какое-то оборудование или что-то новое появляется. То есть новое рабочее место, новое оборудование, новые какие-то должностные полномочия появляются в работнике. Вводный — это обобщённый инструктаж по всем этим, по электробезопасности, по видам деятельности, именно по предприятию в целом. А первичный именно на рабочем месте. Допустим, слесарю должно быть проведено обучение и проверка знаний по требованиям именно слесарных работ. Если он выполняет работу на высоте, то по работам на высоте. Хорошо. А вообще какие меры принимаются у прокуратуры по защите прав граждан в сфере охраны труда? И удаётся ли добиться восстановления прав тех, кто, например, обращается с жалобой? В прошлом году, на примере прошлого года, как я уже раньше сказала, мы приняли свыше 300 актов прокурорского реагирования, в том числе были направлены 44 заявления в суд в интересах работников, внесено 178 представлений, были объявлены предостережения. По требованиям прокуроров в дисциплинарной ответственности привлечено свыше 100 лиц к административной ответственности, аналогичное число должностных лиц. В результате принятых мер более 300 работников были обеспечены средствами индивидуальной защиты, организованы специальные оценки условий труда в отношении более 100 рабочих мест. Например, в прошлом году в ходе выездной проверки в Намском районе на производственных объектах Намкоммунтеплоэнерго были выявлены нарушения прав кочегаров ряда котельных. И, например, не во всех котельных были гардеробные предназначены для хранения средств индивидуальной защиты, не обеспечивалось ремонт и замена изношенных средств индивидуальной защиты. Кочегары, например, они не были обеспеченными защитными касками, респираторами. И некоторые вообще пожаловались, что перчатки для защиты от повышенных температур вообще испортились, и новые им не выдаются. Кроме того, они не были обеспечены смывающими и обеззараживающими средствами. По нашим мерам эти нарушения были устранены. А вообще, как вы думаете, вот эти обращения, они, например, люди делают, потому что они информированы о том, что нарушаются их права? Либо, может быть, им кто-то советует и так далее? Ну, скорее всего, я думаю, что наоборот, не информированы. А в свою очередь работодатель в силу Трудового кодекса, он обязан информировать о состоянии охраны труда в организации, о том, какие должны применяться средства индивидуальной защиты, какая вредность, какие вообще условия на рабочем месте. Это всё должно доводиться до работника. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Я напомню, что сегодня мы говорим об охране труда на предприятиях и организациях нашей республики. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня в проекте «Доступное право» мы говорим о такой важной теме, как охрана труда. Потому что самой важной ценностью на производстве является сам человек, и его жизнь, и здоровье. Как обстоят дела в сфере охраны труда в нашей республике? Какие нарушения допускаются? Что важно знать работодателям и работникам? Ответы на эти и другие вопросы сегодня вы получите во время нашего разговора. А я напомню, что сегодня у нас в гостях старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере, советник юстиции Нана Васильевна Агачёнова, и начальник отдела охраны труда, главный государственный инспектор Государственной инспекции труда в Республике Саха, Якутия, Владимир Васильевич Николаев. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Если вы считаете, что ваши права нарушены в сфере охраны труда, то, пожалуйста, сегодня прекрасный повод поговорить об этом и узнать что-то новое для себя. Мы продолжаем наш разговор. Нана Васильевна, какие обязанности установлены для работодателей по организации охраны труда, в том числе непосредственно по отношению к работникам? С 1 марта 2022 года в Трудовой кодекс, как я уже раньше сказала, внесены многочисленные изменения, в том числе в части обязанностей работодателя, которые значительно расширены существенно. Значит, на сегодняшний день работодатель основной обязанности должен обеспечить реализацию мероприятий по улучшению условий охраны труда, приобретать за счет собственных средств средства индивидуальной защиты и смывающие средства, должен оснащать организацию средствами коллективной защиты, обучать по охране труда работников, в том числе безопасным методом и приемом выполнения работ, обучать оказанию первой помощи, обучать использованию средств индивидуальной защиты, проводить инструктажи по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Также он должен обеспечить организацию контроля за соблюдением своими работниками требований охраны труда, а также насколько они правильно применяются средства индивидуальной защиты. Кроме того, работодатель, как и раньше, продолжает за свой счет организовывать проведение медицинских осмотров работников, которые носят в разных характерах, периодический, предрейсовый, предсменный. Значит, также работодатель обязан не допускать работника к исполнению трудовых обязанностей в том случае, если он не использует средства индивидуальной защиты, не прошедшего, вернее, обязательный медосмотр, либо, значит, он не обучен охране труда. Также одно у нас нововведение, да, Владимир Владимирович, то, что на сегодняшний день работодатель также должен регистрировать микроповреждения, микротравмы. Кроме того, микроповреждения, травмы, это вот обычные царапины, может быть, да? Да, без оформления больничного листа. Также, значит, на работодателей дополнительно возложено, что если он отправляет человека на медицинский осмотр, то за ним сохраняется место работы, должности. В случае, если выявляется, что в организации по результатам специальной оценки условий труда какие-то опасные, есть опасности, то, значит, он приостанавливает эти работы и отправляет работников в простую с сохранением среднего заработка. Хорошо. Владимир Владимирович, каковы основные причины несчастных случаев на производстве? Вот вы сказали, что за 2021 год с тяжелыми и смертельными исходами их у нас было более 80. Да, 81, ага. Ну, еще можно дополнить к изменениям, которые в главе 10-й Трудового кода СССР у нас внесли. У нас внесено, раньше была статья 212, она сейчас назвалась статья 214 Трудового кода СССР. Там было такое предложение, то, как называется, работодатель обязан обеспечить функционирование и работу системы управления охраной труда. То есть, должен разрабатывать положение и обеспечить данное положение, то есть, функционирование данного положения в самом предприятии. И как раз-таки в новых изменениях статьи 1014 написано то, что в рамках реализации данного функционирования системы управления охраной труда работодатель обязан оформить и реализовать мероприятие по снижению уровня профессионального риска. Это говорит о том, что при выполнении каких-либо работ работодатель обязан обеспечить перечень рисков для работника, которые воздействуют на него, кроме вредных. То есть, есть вредные факторы, как раз-таки по результатам специальной оценки условий труда, которые вырабатываются. И у нас есть профессиональные риски, риск повреждения здоровья работника. Как раз-таки и по травматизму у нас, если 81, то как раз-таки у нас нарушение именно при функционировании. В большинстве случаев это нарушение при функционировании системы управления охраной труда. То есть, в самом положении рекомендации есть у нас постановление номер 776, и в старом, еще 338, называлось оно раньше. И само функционирование системы управления охраной труда говорит о том, что должны быть мероприятия на снижение и должен быть производственный контроль на предприятии. То есть, трост-ступенчатый. Начиная со специалиста по охране труда, потом, то есть, не, начиная с руководящегося состава ИТР, потом к специалисту по охране труда, к отделу, потом уже к руководителю предприятия. То есть, да, для обеспечения охраной труда для работника у нас должны быть все локальные акты предприятий, которые задействованы на сохранении жизни и здоровья именно при реализации этих мероприятий по идентификации, по улучшению условий труда именно в рамках данного положения. То есть, мы говорим о том, что каждой работой у нас подвержен каким-то рискам, каждый работник подвержен какому-то риску. И как раз-таки и контроль должен быть за ними, и должны быть мероприятия. Допустим, это может быть и обучение как раз-таки, это может быть и инструктаж. И как раз-таки основными причинами сейчас на случай у нас явились неудобрительные организации производства работ, именно выраженные в отсутствии контроля при выполнении опасных каких-нибудь работ, а также при допуске работника без обучения как раз-таки, а также не выдача средств индивидуальной защиты, и как раз-таки допуск работника без проведения медицинского осмотра. Это основные нарушения, которые у нас были зафиксированы по несчастным случаям, которые произошли в 2021 году. Хорошо, дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И сегодня мы говорим об охране труда, о тех нарушениях, которые есть в этой сфере, о том, что необходимо знать работодателю и, собственно, самому работнику. Если у вас есть вопросы по данной теме, то можете звонить к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. А мы продолжаем наш разговор. На что стоит обратить пристальное внимание работодателю в первую очередь, чтобы несчастных случаев на производстве у нас не было? Ну, что у нас говорит федеральный закон номер 248 Д, о государственном контроле, надзоре и Министеральной контрольной федерации? Это говорит о том, что у нас новый федеральный закон направлен на применение профилактики. То есть на профилактику, на выявление и пересечение данных несчастных случаев, допустим, или по нарушениям охраны труда, которые следствием могут быть причиной несчастного случая. Это как раз-таки работодатель может написать письмо госинспекции труда для проведения провизита, политический визит называется. Это проводится в рамках провизитской беседы. То есть мы проводим провизит и по итогам просто мы пишем письмо. Это несет рекомендательный характер. То есть никакого, как все боятся, что будет штраф, если мы вызовем инспекцию труда, то тут такого нет. И работодатель может спокойно нам обратиться за разъяснениями и даже за проведение провизита. Именно беседа с инспектором труда в рамках, там, может, не должна превышать 8 часов по требованию 10-10-8 и положению 1-2-3-0. И как раз-таки оно будет существовать таким мероприятием для того, чтобы работодатель понял, что такое охрана труда и какие мероприятия должны быть у него в целях профилактики несчастного случая. Ну и на что стоит обратить внимание? Обратить внимание стоит на свое положение по охране, то есть положение системы управления охраной труда в предприятии. А также на проведение инструктажей, на проведение специальной оценки условий труда в предприятии, на проведение медицинского осмотра, периодического и предварительного. И на выдачу СИС. Как раз-таки самое такое существенное нормативное требование как раз-таки по СИЗам. Хорошо, давайте возьмем наушники. У нас поступил телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот работодатели меня, например, отправляют на субботник, да? Или где-то в другом месте без приказа на работу. В таком случае, если у меня руки порезут, у меня уже без приказа будет, в таком случае мне болезнь положено, да? То есть, если во время субботника, получается, человек получает какую-нибудь небольшую травму. Как раз-таки мы говорили о микротравмах, да? Нет, он говорит, что он не может пойти на субботники, что у него микротравма. И все это сделано без приказа, да, начальство? Да. Ну, как я понял, во-первых, дело обстоит то, что без приказа на субботник, да, если оформление субботника без приказа, то работник имеет право полностью не выйти на субботник. То есть он может иметь... Да, у него приказ, да, и в целом предприятие на субботник, если вызывает то, это у нас локальные акты, которые устанавливают то, что какие-нибудь, может, средства недостаточной защиты, перчатки, как раз-таки выдают по рынку субботника. То есть работодатель должен учесть факт, что работник может тоже подвергаться такими-то рисками, опасностями. То есть именно если направляют на субботник без приказа, то работник имеет право полностью не выйти на субботник. Если у него есть микротравмы? Если у него есть микротравмы, да, то он может написать, то есть обратиться к работодателю, сказать, что я вот такой, у меня есть микротравмы, я не могу выйти. Если он получил микротравму, например, во время субботника, давайте такой случай тоже рассмотрим. Микротравмы, то он должен оповестить работодателя о том, что он получил, либо работодатель должен вести учёт как раз-таки микротравмы, и он находился на субботнике. Как раз таки и в учёте, как раз таки по изменениям Трудового кодекса Российской Федерации, должен вести учёт этих микротравм, даже если было без приказа. Хорошо. В этом случае работник у нас имеет право на бюллетень или нет? На бюллетень? Это, конечно, сложный вопрос, если нет приказа, если в табеле что-то написано, значит, ноль. Это уже как в части табелирования можно, надо посмотреть уже, как работодатели в этой части работают. Мы продолжаем наш разговор. А что такое специальная оценка условий труда? И кем, и как часто она вообще должна проводиться? Специальная оценка условий труда – это мероприятия, проведение которых организует, как правило, работодатель в течение одного раза в течение пяти лет. Но это зависит также, ну, есть определённые, скажем так, изъятия, но, как правило, в пять лет, в ходе которых выявляются и определяются вредные и опасные производственные факторы, которые, опять-таки, в свою очередь влияют на доплаты для работников за вредность, на возможность введения и применения работодателям каких-то профилактических мероприятий в целях улучшения на предприятии состояния условий труда. Также, значит, специальная оценка условий труда у нас влияет на вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. То есть, если условия вредные, то, соответственно, работодатель должен их обеспечить. Хорошо, дорогие друзья, мы сейчас перейдёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о такой важной теме, как охрана труда, потому что самой важной ценностью на производстве, конечно же, является сам человек, его жизнь и здоровье. Напоминаю, что сегодня у нас очередной выпуск проекта «Доступное право», который инициирован прокуратурой Республики Саха, Якутия. Как обстоят дела в сфере охраны труда в нашей республике? Какие нарушения допускаются? Что важно знать работодателям и самим работникам? Ответы на эти и другие вопросы вы получите во время нашего разговора. Ну что же, до рекламы мы говорили о специальной оценке условий труда, кем и вообще, как часто она должна проводиться, с какой целью. Я знаю, что у вас есть дополнение по этому вопросу. Ну, сама по себе специальная оценка условий труда, она регламентирована у нас федеральным законом номер 426. И она проводится для того, чтобы выявить вредные факторы на том или ином рабочем месте. То есть по итогам специальной оценки условий труда у нас выявляются 4 рабочих места по классификации. То есть у нас оптимальные, допустимые, вредные и опасные. По каждому из них в строке 20, по-моему, если не ошибаюсь, в карте специальной оценки условий труда рабочего места выявляются гарантии компенсации. Это может быть повышенная заработная плата по статье 147 Трудового кода Средской Федерации. Это может быть ежегодный доплачиваемый отпуск по статье 117 Трудового кода Средской Федерации. Это может быть проведение медицинского осмотра, как раз таки по статье 215 и 220, а также приказами здравия номер 29. А также это может быть выдача молока за вредность. То есть доплата за вредные условия труда как раз таки устанавливается по итогам специальной оценки условий труда. И там еще у нас в рекомендациях пишут то, чтобы направить данного работника, можно направить на санаторно-курортное лечение. Как раз таки по итогам специальной оценки условий труда. И поэтому получается, что работникам, конечно же, необходимо для того, чтобы знать, для того, чтобы иметь на вооружении эту информацию, чтобы получать либо доплаты, либо молоко, либо действительно иметь возможность уехать на санаторно-курортное лечение. Да, работодатель обязан ознакомить с карты специальной оценки условий труда рабочего места работника. У нас, к сожалению, многие работодатели этим злоупотребляют. Соответственно, работники лишаются доплат. Там же, чем больше класс опасности, тем больше доплата, тем больше еще гарантий, дополнительных гарантий. Еще вот я хотела добавить, что если работник не согласен с результатом специальной оценки условий труда, он может обратиться, обжаловать вот эти результаты в Министерство труда и социальной защиты, которую полномочено провести государственную экспертизу условий труда. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то звоните и принимайте участие в нашей программе. А мы продолжаем наш разговор. Получается тогда специальная оценка, обучение, как мы сказали, медосмотры, средства защиты. И чем ответственнее и добросовестнее работодатель, то тем больше у него финансовой затраты. Я так понимаю, да? Да, тем больше. Но это не совсем выгодно получается, не каждому руководителю предприятия. Да, ну, само по себе затраты по охране труда, они могут быть закомпенсированы в фонд социального страхования. То есть для этого необходимо собрать пакет документов, которые отражены в федеральном законе 125, а также по нормативным документам фонда социального страхования. Как раз таки и все расходы можно компенсировать по направлению фонда социального страхования. Но у нас, к сожалению, насколько мне известно, по информации фонда социального страхования, не все работодатели используют такую возможность. Актуальность плановых медосмотров, вот спрашиваю, да, не падает в связи с диспансеризацией населения? Ну, нет, не падает, потому что у нас порядок проведения профилактических или предварительных медосмотров регламентирован как раз таки и статьями Трудового кодекса и приказами Минздрава 29Н. Там они проводят медосмотр в части тех или иных вредных факторов, которыми мы как раз таки до этого общались, которые были выявлены по итогам специальной оценки условий труда. То есть там как раз таки отдельно есть пункт, допустим, водитель должен провести медосмотр каждые два года. Или предварительный, он должен провести медосмотр по тем пунктам и по тем врачам, которые указаны как раз таки в данном приказе. И диспансеризация это совсем другое. Хорошо. А есть ли сегодня какие-то механизмы, чтобы стимулировать, например, самих работодателей к улучшению условий охраны труда? Или нет таких механизмов? Ну, во-первых, если работодатель соблюдает все требования трудового законодательства, то, соответственно, при проведении со стороны органов контроля и отсутствии нарушений, это его, соответственно, уводит от штрафов и различных мер ответственности. Штрафы, кстати, у нас достаточно большие, крупные суммы. Ну, это в первую очередь. Ну, стимулирование соблюдения работодателями части охраны труда. То есть я тут скажу так, что каждый, как говорится, у каждого человека есть инстинкт самосохранения. И само по себе стимулирование работника, работодателя для соблюдения требований охраны труда, я тут не вижу, что каждый работодатель все равно берет ответственность за каждого работника. То есть у нас работник всё равно действует в интересах работодателя. И каждый работодатель должен нацелиться на то, чтобы обеспечить безопасность условия труда. Это у нас в законе так написано, допустим, в Трудовом кодексе и другими локальными актами установлено. А также мы все должны прекрасно понимать то, что все наши работы должны быть безопасны, отвечать тем требованиям, которые расписаны в таких правилах. Учитывая, что сейчас введён мораторий на проведение проверок организации, вообще как будет обеспечиваться соблюдение прав наших граждан? Да, на сведение мораторий с 1 марта у нас отменены проверки, согласно постановлению правительства номер 336. И всё равно у нас поступает обращение о нарушении трудовых прав граждан, в части охраны труда тем более. И мы проводим профилактические мероприятия, допустим, разъяснения проводим, выдаём предостережение, но в части нарушения именно как раз-таки работники могут обратиться в органы прокуратуры. Да, могут обратиться к нам. Для проведения нового мероприятия по защите прав данных работников. Нана Васильевна, а вот какая ответственность предусмотрена за нарушение сферы охраны труда? Давайте вот этому вопросу тоже уделим внимание. Так, ну за нарушение правил охраны труда у нас предусмотрены различные виды ответственности. Это административная ответственность, уголовная ответственность. Административная ответственность различная тоже. Начинается она от предупреждения до наложения в зависимости от характера допущенных нарушений различных сумм штрафов. В случае, если происходит, работодатель допускает повторные нарушения, то возможна его дисквалификация, возможно приостановление деятельности юридического лица. Кроме того, у нас уголовным кодексом также предусмотрена ответственность ст. 143, за которое наказание тоже варьируется, начиная с штрафом от 400 тысяч рублей, а также лишением свободы, до лишения свободы. Хорошо, наушники возьмем. У нас снова телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Так, сорвался телефонный звонок, пока мы отвечали на этот вопрос. Владимир Владимирович, а вот каковы особенности охраны труда работников в таких сложных сферах, как электроэнергетика, теплоснабжение, например, промышленная безопасность, либо безопасность гидротехнических сооружений? В этой части я могу ответить так, что есть федеральный закон номер 116, да, промышленная безопасность, как раз таки, он регламентирует работу, как раз таки, и надзорные органы части Ростехнадзора следят за этим. Но у нас есть правила по охране труда, как раз таки, и в 2020 году, с 1 января 2021 года вступили новых 40 правил по охране труда. Для каждого вида деятельности, для каждого, ну, варьируется от вида деятельности, как раз таки. Это может быть работа на высоте, это есть правила по охране труда на электроустановках, правила по охране труда на электрогазосварочном оборудовании. Как раз таки эти правила прописывают возможность применения работникам для безопасности, да, ауди и видеофиксации. Как раз таки, и это может быть соблюдение всех государственных требований охраны труда по этим правилам, проводится согласно этим изменениям по данным правилам. Хорошо, Нана Васильевна, что бы Вы в заключении пожелали, например, работникам, как им защищать свои права в сфере охраны труда? Ну, у нас существуют различные способы защиты работникам своих трудовых прав. Ну, во-первых, он может обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда, да, это у нас орган, федеральный орган надзорный за соблюдением работодателями трудового законодательства. Также он может обратиться в профсоюз в том случае, если в организации есть профсоюзная ячейка, которая может посредством профсоюзного контроля потребовать от работодателей при наличии нарушений их устранения. Также работник может обратиться к нам в органы прокуратуры по месту проживания, да, у нас в каждом районе. И также может реализовать свое право на обращение в суд, то есть в судебном порядке самостоятельно решить интересующий его вопрос. А что бы Вы сказали, например, обращаясь к работодателям? Ну, обращаясь к работодателю, я бы сказал, что необходимо соблюдать требования охраны труда, да, в общем, черта, то, что мы все понимаем, то, что оно у нас в последнее время в Республике Сахай-Якути очень повысилось эти несчастные случаи и очень повысилось нарушение требований в сфере охраны труда. Я бы пожелал работодателям проводить очень много профильских мероприятий, разъясненная работа, и не надо стесняться обращаться к нам и обращаться к органу прокуратуры для разъяснения, для именно проведения профильских мероприятий и участвовать в мероприятиях, направленных на охране труда. Ну, давайте повторим еще раз для наших телезрителей, радиослушателей, как все-таки защитить свои права, что нужно сделать? Ну, для того, чтобы защитить свои права, опять-таки, гражданин имеет право обратиться в инспекцию труда, в профсоюзный орган, в прокуратуру и в суд. При этом он может обратиться во всех случаях, я думаю, онлайн, то есть без непосредственного посещения. Может, еще работают у нас телефоны горячей линии, может позвонить, мы ему можем проконсультировать. Да, да. Хорошо, я благодарю вас за очень интересный и актуальный для всех нас разговор. Дорогие друзья, я напоминаю, что это была программа «Якутск. Сегодня» и в ее рамках проект «Доступное право», который был инициирован прокуратурой нашей республики. Всего вам самого доброго. До свидания.